Если провести некоторое сравнение систем, то недап у нас, их система Maze предоставляет возможность интеграции в сравнении системы за счет наличия 485-го. У нас на нашем опыте было несколько проектов очень успешной и удобной интеграции, скажем, системы, парковочной системы, где у нас на вход, на шлагбаум, в их систему ставился этот считыватель Maze, после чего он подключался к их железке и посылка обрабатывалась. Мы ее сконфигурили нужным образом и получилось легко и бесшовно это все внедрить. Также, если у нас нет необходимости строить SCUD, а нам нужно только считывать какой-то идентификатор, мобильный или с QR-кодом, с штрих-кодом, был такой же пилотный проект в рамках больниц, когда у нас в кабинет врача ставился такой считыватель, приходя пациент подносил какой-то идентификатор, например, штрих-код на медицинской карте или мобильный идентификатор, после чего эти данные поступали в их систему 1С или какая-то у них своя была система, и этому идентификатору появлялась личная карточка больного. То есть была такая автоматизация. Здесь нам не нужны будут никакие контроллеры, чтобы виганд преобразовать во что-то, никакие преобразователи виганда, ничего. Протокол открытый и очень простой. Есть также возможность интеграции портала мобильных идентификаторов со SCUD. То есть тут у нас никуда нам не уйти от введения двойной базы. Одна у нас существует база мобильных идентификаторов, одна база существующая SCUD. И в принципе у нас они как-то между собой не связаны. Если мы хотим запретить доступ человеку в помещение, мы можем как-то звать у него мобильный идентификатор. Если это невозможно, не получается что-то сделать, мы можем в SCUD ему запретить доступ. Это с одной стороны плюс, потому что у нас есть два пути. Минус в том, что нам нужно ввести две базы. У недаб есть возможность интеграции их облака со SCUD. То есть обмена данными, обмена информациями. Будет единая картотека. Недаб предоставляет работу с QR и штрих-кодами. То есть это разовый пропуска. И одно из самых больших преимуществ есть бесплатный идентификатор, который выдаются автоматически при регистрации. Недаб, HIDG, их системы Mobile Access, нам предоставляет высокий уровень защищенности, который у нас следует из возможности двойного подтверждения доступа, в виде пароля и одноразовых паролей. Есть возможность обновления наших существующих читателей HID до Mobile, если это не слишком старая и прошивка у них это поддерживает. Также есть интересный режим работы TAB или TWIST and GO. Это система жестов запатентованная. А также изменение режима передачи идентификатора. Если мы перед тем, как перейти к сравнению каких-то экономических показателей, я, пожалуй, забыл продемонстрировать, как работает у нас QR-код. Как работает мобильный считыватель по NFC или по Bluetooth, многие успели увидеть на входе в наш офис. А вот как это будет работать у нас с штрих-кодом, будет выглядеть следующим образом. Здесь на этом считывателе я отключил работу Bluetooth, чтобы он нам весь день сегодня не пищал на случайное срабатывание от кого-либо из присутствующих в зале. Оставил я у него только QR-поддержку. Перейдя вот сюда, мы можем как выключить, так и включить у него Bluetooth. КВС NFC еще одна будет тут. Еще один бегунок тут. И если мы хотим поменять активный идентификатор, заходим и включаем следующий. Также здесь вот тут есть QR-код, поднеся который к считывателю, будет точно так же воспринят системой. Посмотрим, как это выглядит в нашей системе SCUD. У нас есть наш AM4SL, к нему по Wigan подключены эти два считывателя, к одному порту HIT, к другому NIDAP. Я завел… Эти наши идентификаторы находятся в формате Wigan26. То есть нам в SCUD придет по Wigan именно обычная посылка Wigan26. У нас там забит стандартный формат карты для Wigan26. Посмотрим, что у нас будет при передаче идентификатора. Карта номер 2. Почему карта номер 2? Потому что у нас именно ID номер 2 назначена для моего пользователя. То есть я выдал себе карточку с ID номер 2. Это подтверждает, что у нас система не потребует никаких изменений. В случае использования таких вот считывателей можем выдать такой же самый идентификатор. Поменяйте, может быть, юзер-айдер. После выдачи? Нет. Он заведен в систему с одним номером. Это как номер в системе. Мы можем отозвать идентификатора, то есть он уничтожится, и выдать ему новый. Да, и потерять. Если мы назначили пользоваться таким ID, там он находится. Это просто из серии того, что с карты что-то случилось, например, карту новую выдали, зачем нам это в системе? Ну, пускай у владельца будет два идентификатора. Ну, то чем кладить? Ну, можно заплатить еще и купить новый. В принципе. Здесь вот мы видим такую интересную статистику по тому, какой девайс используется, кем был выдан и так далее. лог-активности. Здесь еще есть интересная функция включать режим тревоги, если на телефоне установлен jailbreak. Это для iOS. Система – это взлома. Когда мы можем взломом операционной системы, скачивать любые приложения и так далее, система может оповещать о том, что у нас установлен на телефоне jailbreak, это уже дура в безопасности, что там происходит с приложением, идентификатором непонятно. То есть достаточно такие тонкие моменты мы можем продумать и предотвратить. То же самое у нас будет, если мы приложим в режиме mid-tap. Следация один и тот же идентификатор. Приложив уже наш QR-код, аналог идентификатора, первеного по Bluetooth. Мы увидим карту 16.09, которая была выдана мне в облаке. Таким образом, все, что увидит рабочий оператор на рабочей станции, не будет отключаться от обычных идентификаторов. Нужно один раз настроить, поставить, и можно будет ходить с помощью мобильных идентификаторов. Система также интуитивно понятна тем, кто работал со SCUD. Таким образом, исходя из этих особенностей систем, под каждый отдельный проект можно назначить порекомендовать вам то или иное решение. И подкрепив это все, естественно, экономическими показателями. Здесь у нас приведена статистика, вернее, расчет стоимости проекта для различных объектов по их масштабам, где это один считыватель, 10 пользователей, два считывателя, 20 пользователей. Итак, 50 считывателей и 2 тысячи пользователей со сроком эксплуатации один год. Как мы видим, в большинстве случаев недаб у нас либо не сильно превосходит, как вот здесь, либо почти во всех случаях намного дешевле его стоимость, чем для решения HID. это для одного года эксплуатации. Если расчетный период 5 лет, то ситуация для небольших, для средних объектов у нас недаб оказывается более дорогой, но в большинстве своем у нас HID оказывается гораздо дороже. А за счет чего стоимость недаба увеличивается? Именно за счет того, что у нас идентификаторы не выдаются заново, если они уничтожаются. То есть... Нет, у нас это недаб. А, у недаб? А, дороже за счет обслуживания. То есть у нас из чего складывается эта стоимость? У нас для HID в стоимость входит то, что сотрудники меняются, им приходится выдавать новые идентификаторы из того, что телефоны теряются, из того, что меняются телефоны, и приходится покупать новые идентификаторы в каждый этот раз. Плюс стоимость считывателей и так далее. Стоимость недаб складывается из самих считывателей, из покупки идентификаторов, единоразовой покупки, и стоимости обслуживания самого облака. То есть за год есть какая-то абонентская плата. По конкретным цифрам не могу подсказать, и мы поэтому их тут не перевели, потому что было бы немножко некорректно это делать, потому что в зависимости от масштаба проекта недаб, стоимость будет несколько отличаться, плюс в зависимости от самого объекта тоже будет отличаться, от заказчика с их скидками и прочее. Мы привели не такое наглядное немножко сравнение. Если нужны какие-то конкретные цифры, вы можете подойти к менеджеру и прочитать, что будет выгоднее, HID или недаб. Пока что здесь наглядно видно, что недаб как минимум не сильно превосходит, а во многих случаях оказывается гораздо дешевле решение от HID. Такой вопрос. Когда используются идентификаторы на сосчитывателе недаб, то каждый год нам необходимо продлять эту лицензию, а сам идентификатор он будет оставаться? То есть не нужно будет переконфигурировать? А еще было упоминание про гостевые карты, гостевые QR-коды, например, и разовые. Каким образом они формируются, надо ли за них платить? Если это QR-код, тогда мы его можем при помощи нашего какого-то ПО сами конфигурить. Хотим создать QR-код с таким-то номером. Это будет в облаке отражаться? Каким образом это вообще через недаб не проходит? Считыватель его читает и придает побегу на нашу систему. То есть если у нас такая система на разово пропускает. То есть мы через любую бесплатную утилету делаем любой произвольный код двоичный, преобразуем его в QR и отправляем на почту, например, в 16-ти личный. Там есть некоторые нюансы. Если конкретные технические вопросы, я вам могу рассказать. Там немножко есть свои особенности. В том плане, что у недаба идентификатор 16-ти личный, поэтому один лишний этап перевода. 16-ти личный, 10-ти личный. Вот такие вещи. Двоичный, да. Так, и 10 лет. На 2000 пользователей на самом деле разброс в три раза. Да. Ну это 10 лет. И с расчета, что у нас меняются сотрудники, теряются телефоны, раз в два года меняются смартфоны и так далее, так далее. Отзываются и прочее. Но если мы отзываем этот идентификатор, мы его вообще-то целиком полностью теряем? Абсолютно. Он уничтожается. Если нету за 6 долларов, секундочку, надо уточнить, у кого хида или у недавно хида? Хида. Уничтожается. Но как плюс нету, если так сравнивать. Вы задали вопрос в самом начале, почему делали платные идентификаторы, идентификаторы, нет бесплатных, потому что нет условно платы за админ портал. У недапа немножко другая политика. Исходя из этого, в зависимости от размера вашего объекта, мы можем выбрать более экономически целесообразное решение. То есть у недапа есть бесплатный идентификатор, который присваивается при установке программного обеспечения? Конечно, мы не можем его администрировать, но тем не менее… Мы можем вообще облако не покупать. Халява, да. Ну, смотрите, здесь проблема. Он 64 бита, да, и есть вероятность, что когда-то он повторится с кем-то. Да, и мы это контролировать никак не можем. Конечно, 264 число большое. Чисто вот в этом подвох, а так, конечно, можно использовать. Ну, вероятность маленькая, конечно, что он повторится, но она всегда есть. Акадрис Азор повторяет, особенно китайская. Да. Емарин еще больше повторяется. Так что… Если выделить какие-то преимущества системы недапа, системы HID, то недап у нас представляет собой на данный момент такой гибкой системой с широкими интеграционными возможностями. Мы можем ее использовать не только в SCUD, но еще и в каких-то прикладных своих задачах. И, как показывают расчеты, она более предпочтительна для крупных объектов с большим числом пользователей. Особенность в расчете на длительный срок эксплуатации. HID же позволяет нам использовать те же самые традиционные считыватели HID, обновлять их, комфортно расширять уже существующие системы. Также предоставляет дополнительные уровни безопасности, ключи авторизации и прочее, что в принципе в общем поднимает безопасность системы. Некорректно, конечно, сравнивать. Недап и HID в плане безопасности, потому что ни то, ни том взламывать не пытались, но по таким преимуществам видно, что какой-то больше функционал предоставляется. Это не значит, что недап плохо и взламывается. Это значит, что у HID просто есть такие возможности. Также есть дополнительная гибкость благодаря возможности настройка как режима срабатывания, так и пользовательских жестов. Плюс ко всему они говорят о том, что хотят сделать систему пользовательских жестов, то есть не только twist and go, а телефон запомнит какой-то произвольный жест каждого человека, то есть будет дополнительная защита. Если вы что-то придумаете очень хитрое, то какой-то постоянный человек не сможет повторить. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok